Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников. Французский художник, литограф и акварелист в стиле романтизма Эжен Изабей. Родился 22 июля 1803 года в Париже в семье известного художника, пользовавшегося прокровительством императорской семьи. Я, зачитывая Википедию. Первоначально хотел быть моряком, но отец настоял, чтобы он изучал живопись. Это поворот от обычной ситуации, когда семья выступает против карьеры художника, пользуясь чего-то более практичного. После учебы своего отца и копирования старых мастеров в Лувре в 1824 году начал делить студию с пейзажистом Савье Ла Пренсом, а затем переехал в Сент-Симеон после безвременной кончины Ле Пренс. В следующем году прислал несколько пейзажей в салон для своего первого официального выезда. В 1831 году его выбрали сопровождать дипломатическую миссию в Мороне, возглавляемую графом де Морне. Но он вежливо отказался. Только что вернулся из короткой поездки в Алжир, где писал сцены кампании Королевского флота и был обеспокоен тем, что ситуация там все еще более слишком нестабильная, чтобы задерживаться на долг. Его сменил там и Женгилла Круа, его друг, создавший более ста работ, которые в настоящее время считаются классикой ориентализма. Однако вскоре после этого Изобей стал придворным художником короля Луи Филиппо и был посвящен в рыцаре почетного легиона в 1832 году. Одна из его самых известных картин была написана в этот период. В 1840 году изображая возвращение останков Наполеона с острова Святой Елены на борту Белепоулей. Он предпочитал исторические картины, жанровые сцены, пейзажи, но также создал многочисленные полотна, изображающие штормы и кораблекрушения, возможно отражающие его собственные расстроенные планы на карьеру. Известно, что во время поездки в Англию он изучал работы Тернера. Был особенно искусен в передаче тонкости более темными цветами. Это можно и было бы назвать разновидностью Гризайли. Он регулярно принимал у студентов, в том числе Будена, Бартольда, Индюрана, Брайна. В последующие годы жизни перешел от морской живописи к историческим сценам, обычно насильственного характера, таким как массовое убийство, дуэли и грабежи. Его честь названа начальная школа Монтеврейна. Умер в возрасте 82 лет 25 апреля 1886 года во Фрау. Пока-пока, до свидания. Так вкратце о французском художнике-литографе и акварелисте в стиле романтизма Эжен из Абэй. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok